Добрый вечер, это История Рока, меня зовут Александр Устинов, сегодня мы смотрим фильм Нирвана, альбом Nevermind, а в гостях у меня Александр Васильев, лидер группы Сплинн. Привет, Саня. Привет, Саня. Итак, в начале 90-х, начиная с 91-го по 93-й год, Гранж завоевал все, что только можно. По-моему, в Питере было порядка пары сотен групп, которые играли только Гранж. По клубам, еще где-то. Это при всем при том, что на какой-то момент казалось, что вообще эти молодые группы, они исчезли. Все занялись бизнесом, еще чем-то, еще чем-то. Ты, насколько помню, Гранж-то как раз не играл. Ну, что значит, играл Гранж, не играл Гранж? Если ты пишешь какую-то песню, и у тебя есть друзья-музыканты, вот вы делаете ее так, как она получается в данном составе. Никогда никто не ставил цель, играть Гранж или не играть его. Но тогда, да, в начале 90-х, конечно, Нирвана всем голову оторвала. И, не знаю, 200, не 200, но, наверное, там группа 50-60 по Питеру точно играла Гранж. На тот момент музыка Гранж – это или какой-то забой, или вот занудство. Очень многие этим отличались на тот момент. Хотя, в общем-то, можно сказать, что это красивые песни, не хочу обижать никого из любителей Гранжа. Нирвана как-то очень умело сочетала одно с другим, то есть мелодичность с забоем. Вот эти переходы из одного в другую ситуацию – это было очень здорово. Ну, все песни с Nevermind, в общем-то, все такие, на мой взгляд. Ну, вообще, вот по поводу этого, то забой, то спокойно, сам Кобейн говорил, что это спасибо группе Sonic Youth, потому что говорят, что это именно они придумали играть куплеты разряженно, только под барабан и бас, а куплеты уже вмолачивать с гитарами и так далее. Вот Кобейн этим приемом пользовался всю жизнь. Такой художественный прием, вот он его вывел, опять же, на новую высоту. У Sonic Youth, может, это не так заметно было, потому что это группа андеграундная была, а Нирвана – поп-группа, и это все сразу увидели, услышали, это фишка. Вот смотри, Nevermind… А по поводу занудства, извини, а Something in the Way – это же жуткая, самая занудная песня в мире, ну вот я ее обожаю. Потому что когда она стоит после там, я не помню, какой, быстрой, да, и следующая потом песня тоже быстрая, а тут вот посередине стоит занудная, это очень кайфово. Гранж с английского языка переводится как отрыв, хотя правильнее было бы назвать его stain – надрыв, напряжение. Именно этим словом лучше всего характеризуется изначальный гранж. Надрыв во всем – в срывающемся вокале, в грязноватом и сдерганном звуке, в поведении музыкантов на сцене и в жизни. Какие еще группы из гранжевых тебе были интересны, и почему Нирвана была интересна более, чем остальные? Нирвана – самая яркая группа просто из всех. Ну, там были, помнишь, Soundgarden, Alice in Chains, да-да-да. Ну, у Нирвана были самые поп-песни, самые запоминающиеся и самые мелодичные, самые лучшие на свете. Но что я хочу сказать о Кобейне? Кобейн был, у него был необходимый и достаточный уровень поэзии. Там больше не надо, там не было никаких метафор, ничего. Там смелл задать Тин Спирит вообще, почему гимн-то там настолько простой текст, да? Но при этом очень поэтично закручен, особенно в последнем куплете. Вот эти строчки, сейчас не помню, уже где с ног на голову все переворачивается в течение двух строк. Все, и вот эти вот штуки, они западают, это как крючки. Все, тебя зацепили. Нирвана в классическом своем составе, это три инструмента. Гитара, бас, барабаны. Слушай, но трио, это вообще исконно русская форма, так сказать, существования, да, на троих выпить. Поэтому Нирвана здесь... Говорят, что не русские, они вне свет. Нет, поэтому Нирвана здесь и прижилась. Все смотрят, о, трое, ну все, комплект, значит, гармония определенная. Потому что двое, это всегда конфликт. Это инь, янь, там, за, против, плюс, минус начинается. Ну а пятеро, семь, восемь, большой оркестр. Ты понимаешь, это... Нет, можно раздавать бесконечно, конечно, это уже зависит от вкуса. Но вот три, это действительно необходимые и достаточное количество музыкантов для рок-группы. Я не знаю, интересовался ты или нет, но вот почему-то именно северные группы играют более жесткую музыку, а южные группы в Америке, а южные группы более такую, ну популярную, что ли. И неважно, это там Корнет, Олимбискет или что-то еще. Все равно вот это поп-музыка, а это уже какая-то ситуация другая. Вот с чем это связано? Это просто северный менталитет? Слушай, да, вот этот вопрос всплывает время от времени. Действительно, если так проанализировать, где рок-музыка-то играет в серверных странах, в Англии, в России. Если вы не говорите о Скандинавии, где вообще в основном сплошь какой-то хэви-метал жесткий. Да-да-да, в Финляндии, Швеции, все эти приближенные страны. Вот заметьте, не играет рок в Греции, Италии, Испании, Франции, да, где оливки, солнышко, курорты. Там просто рок-н-ролл это музыка от плохой погоды, от депрессии, от отсутствия солнца. Видимо, человек недополучает каких-то витаминов от смеси водорода с гелием и все, и начинает рок-н-ролл сразу же играть. Единственное исключение, это как раз Калифорния, Дарзе и те же, да, там же все идеальные условия для жизни. Санта-Барбара, Голливуд, американские миллионеры, там вот сиди себе на ранчо на своем и тащи себя в жизни. Ну, может, это как раз способ стать американским миллионером? Нет, ну, это способ вырваться, скорее всего, из какой-то вот обыденной серой действительности, я имею в виду рок-музыку, из строя, из стада. Стив Шиллинджер, бывший музыкант Нирваны, вспоминал. Курт так вопил в микрофон, что я не мог разобрать ни одного слова. Причем он часто выпадал из ритма, не обращая на этот факт никакого внимания. То, что вытворял Курт, выходило за рамки всех моих представлений о музицировании. Битлз в 60-х, Ладзеппель в начале 70-х, 77-й год, Sex Pistols. Можно ли сравнить появление Курта Кобейна и влияние Курта Кобейна с влиянием вот этих вот музыкантов? Ну, конечно, да, это продолжение и вообще рок-линии, и панк-рока в частности, куда-то это вдеваться. Он сам во всех интервью называл, все эти первоисточники. Конечно, с одной стороны, это продолжение, с другой стороны, мы опять же имеем дело с очень яркой личностью, которая все равно это на новый уровень вывел. Плюс, не забывай, он жутко любил поп-музыку, в частности, Абба. Я где-то читал, что Кобейн возил с собой дискаббы на гастролю. Да, вот об этом... А вот меня это не удивляет нисколько, вот поэтому они и поп-группа, помимо того, что они рок-группа. У него песни были очень мелодичные, невероятно мелодичные. Можно ли сказать, что Курт Кобейна такое продолжение дела Джима Моррисона? В определенном смысле да, потому что я вообще думаю, что это всегда одна и та же личность оживает какая-то. Просто всегда спустя какое-то время, соответственно, на новом уровне. Быстро сгорает, умирает, превращается в пепел, спустя какое-то время вдруг собирается, прорастает в какой-то новой другой личности. И всегда у этой личности одно имя, это имя гении, вот и все. Гении депрессии – это, в общем, сопутствующие вещи, потому что складывается ощущение по жизнеописанию Курта Кобейна, что, в общем, там сплошная депрессия. Ну вот в русской литературе в школе же все проходят эта формулировка «из горе от ума». Замечательная формулировка. Как только человек понимает, как устроен этот мир, нормальный человек, тем более художник. Как только он понимает, как мир устроен, у него начинается жуткая депрессия, он начинает хотеть выпить, еще чего-нибудь. Старается уйти из реальной жизни, либо в творчество, либо еще куда-нибудь налево, там направо. Это, увы, этот путь проходит все. И, к сожалению, это единственный жизненный путь. Лучшего жизненного пути тут никто не предлагает. Может быть, творчество и есть результат как раз. Вот на все это, когда ты видишь, что мир вот так несправедлив, ты с помощью искусства как-то пытаешься выровнять эту ситуацию. Ну вот, если представить на минуту, что тогда в подвале собственного дома Курт Кобейн не спустил курок, то писал бы Курт Кобейн такие же песни, или он бы нашел что-то другое. То есть был ли, на твой взгляд, он зависим от того, что, собственно, сам породил, от гранжа? Ну и да, и нет. Ты понимаешь, а я думаю, он, так сказать, и не планировал жизни после гранжа. У него и не было каких-то планов растянуть творчество на какую-то долгую-долгую жизнь. Живи быстро и молодым. Опять же, мы приходим к быстрому сгоранию. Что человек не задумывается о том, стиль это не стиль, стоит ему следовать, не стоит. Он просто пишет как сумасшедший, как заведенный. И не может остановиться, потому что его несет этот поток подсознания. Некоторое время музыканты Нирваны пользовались услугами Дейла Кровера. Но тот после турне с Соник Юз ушел в группу Мелвинс. «Я не мог смотреть, как Курт 15 минут издевается над гитарой, выдирая из нее все внутренности», — говорил Кровер. «Я считаю, что каждый инструмент имеет свою душу. Так что сцены вандализма каждый раз вызывали у меня желание дать Курту по башке. Играть в одной компании с сумасшедшим меня совершенно не прикалывает». Что может остановить такого человека? Я имею в виду, остановить от самоубийства, от саморазрушения, еще от чего-то. Есть ли что-то, что в который момент тебя останавливает все-таки от последнего шага? Вот это вот мне интересно. Вот ты считаешь, что есть такие вещи, которые в последний момент останавливают тебя и говорят, «Все, хватит, раз уж я за это время не убился нафиг совсем». Да, ну, конечно, да, 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 да. Но рок-музыка — это, конечно, всегда немного психопатии. И, так сказать, и слова, и поступки отличаются от слов и поступков нормальных людей. Но, опять же, я-то вырос в нормальной обстановке, и мне тут сводить что-то с жизнью просто, ну, нет, так сказать, какого-то особого повода тут. Были, конечно, в жизни поводы для разного настроения, но вот так вот. Видимо, надо действительно было вырасти в шахтерском городке, в таком вот, в беспросветном, который они все, я имею в виду нирваны, ненавидели город своего детства. И специально, уже став популярнее, вернулись сюда и играли в родном городе в женских платьях, потому что знали, что всех это будет жутко бесить. Представляешь, какими панками были. Они не были ни геями, ни трансвеститами, а это вот просто такой поступок, настоящий панк-поступок, вызовет шок. Можно было в родном городе и поучить еще до кучи. Можно было и огрести, они это подразумевались, они готовы. Иногда люди идут даже и вот на мордобоги, ну, вот лишь бы остаться с собой. Самое главное качество, это, по-моему, искренность. Здесь всегда, да вообще, почему все говорят, что это только в России? На самом деле, это во всем мире. Не каждая группа из Европы и Америки, будучи там дико популярной, становится популярной здесь у нас. Ты понимаешь, там же масса поп-групп тоже, а нирвана, она и над роком, и над попом, потому что это настоящее искусство, а, видимо, это всегда плохое. Вот ты живешь и понимаешь, что над тобой топор занесен, и, скорее всего, этот топор в твоей собственной руке еще находится, вот в чем глючность ситуации. Но тут, понимаешь, ведь ты сам говоришь, что, в принципе, нирвана – это хорошая поп-группа. При этом она пишет поп-песни. И это, в общем, ну, такая... Не, ну, поп-рок. Поп-рок. Поп-рок, при этом ты говоришь, что они, Курт Кабе и нирвана, над всем, над всей этой музыкой, над роком, над поп-музыкой. Какие-то несоответственные получаются. Слушай, ну, я не знаю, ну, Бак тоже популярный композитор, по большому счету, да? И, ну, при этом это классик номер ван. В июне 1989 года нирвана выпускает свой первый альбом – «Блич». Деньги на запись в сумме 606 долларов 17 центов дал Джейсон Эверман. Эверман все свободное время проводил вместе с группой. И когда ребятам понадобилось финансирование, он, проработавший к тому времени несколько летних сезонов рыбаком на Аляске, легко нашел необходимую сумму. На обложке пластинки в списке музыкантов, участвовавших в записи, значится Джейсон Эверман – «Гитара». Хотя на самом деле Джейсон участия в записи не принимал. «Невермайнд», в общем-то, собственно, является тем самым альбомом, который, что называется, снес крышу молодым гражданам в начале 90-х нашей страны. До этого был «Блич», после этого и «Нутера». Вот если сравнивать эти альбомы, то можно ли сказать, что «Блич» – это совсем андеграундный альбом, а «Нутера» – это уже альбом популярной группы, очень популярной группы? Ну да, так и есть. «Инблич» – это такой сырой демон. Ну, это не демон, это полноценный альбом, но, так сказать, это подготовка к прорыву. Они там сыгрывались, искали звук, просто как-то общались, потому что группе нужны не только репетиции, а и все остальное время суток для того, чтобы сплотиться. Люди должны вместе тусоваться. Они, опять же, из одного шахтерского города. И, кроме того, там еще песни слабоватые, вот что еще. Там есть гранж, да, там есть панк, но там мелодика еще какая-то такая, никакая. А в следующем альбоме все, он вырос. Он вырос как автор, в первую очередь, «Кобейн». И группа поняла, как все это исполнять, плюс у них продюсер был правильный. Вот все, вот и результат. Когда твой сын подрастет, и если ты ему поставишь «Нево Майнд», этот альбом зацепит его? Или ему придется долго объяснять, кто был такой Курт Кобейн, как он повлиял на тебя и на тех, кто был вместе с тобой и так далее и тому подобное? Слушай, я не хочу загадывать. Естественно, я ему дам послушать все это, но пусть он сам, пусть мысль сам выбирает себе свою музыку. Нет, просто, в принципе, она может быть актуальной настолько, насколько для тебя, скажем, актуален Джим Моррисон. Да, конечно. И время прошло. Конечно. Ты понимаешь, что хорошая музыка, она несет в себе какой-то определенный заряд, который с годами почему-то, вопреки законам физики, не иссякает. Вообще, это какой-то вечный источник энергии такой. Спасибо, Саш. Александр Васильев, группа «Сплин». А мы смотрим фильм «Нирвана – Nevermind».